Я всегда считал и продолжаю так считать, что законы, которые принимаются, законы для страны, для граждан страны, должны, ну, естественно, помогать им жить, помогать всем гражданам, в том числе и детям. Мне кажется, когда принимаются законы абсурдные, наверное, об этом не надо молчать, а об этом нужно как можно громче говорить, потому что так или иначе это касается каждого. И вот я считаю, что закон Димы Яковлева – это абсурд. Вот, наверное, очень мало люди думали, либо слишком обиделись на кого-то, когда принимали этот закон. Но, по моему мнению, если ты обижаешься на кого-то, когда твоего друга не пускают в какой-то дом, то, наверное, тебе самому правильнее заявить о том, что, ну, и я тогда больше никогда не поеду в этот дом, и принять закон о том, что вот мы, Дума, отказываемся от поездок, допустим, в Америку, и никогда не будем ездить в ту страну, которая нас или обидела наших друзей, или обидела нас. Также он, мне кажется, абсурдным, потому что одна из, в общем, всемогущих держав, я имею в виду Америку, не только Америку, но и, прежде всего, Америку, думать о том, что эта страна не имеет права на усыновление детей из-за тех случаев, которые произошли, мне кажется, это неправильно. Неправильно, потому что точно такие же случаи, а, может быть, даже хуже, происходят в любой стране, в том числе и в нашей стране. Также, насколько мне известно, многие дети, которые были усыновлены этой страной, по-моему, их порядка 60 тысяч, живут благополучно, и, честно говоря, наверное, было бы правильно снять об этом тоже хорошую передачу и показать, как живут те дети, которые были за весь этот период усыновлены. Я думаю, что, в общем, этот закон похож на известную цитату или поговорку «На зло бабушке я отморожу уши». В общем, с такой позиции, как мне кажется, законы не принимаются, и об этом нужно говорить, и говорить как можно чаще. 13 января в 13 часов. Марш в защиту детей. За распуск Госдумы. Анастасия. Сам. Продолжение следует...